Всем привет, мои хорошие! Начинаем новый влог, и сегодня настал день Х, которого я так давно ждала. Я иду сегодня делать брови. Специально даже не делала никакого тона, просто слегка пудрой прошлась по лицу, чтобы лишнего не смывать. Брови тоже, кстати, не красила. Посмотрите, какие они у меня в натуральном состоянии, не накрашены, без теней. Вот как бы вот такие вот они у меня. Но все-таки мне больше нравятся, когда они более такие, знаете, яркие, подчеркнутые, заполненные цветом. Поэтому, собственно, я и решила сделать снова перманентный макияж. Это вот прям моя история, мне нравится. И как же я буду кайфовать, когда не надо будет каждый день рисовать себе эти брови. В жару они не будут стираться, если вдруг ты рукой там провела по лицу. В общем, это суперклассная, удобная процедура. Я делала ее два раза, и сегодня будет мой третий раз. Я, конечно же, беру вас с собой, покажу, как это все будет происходить. Познакомлю вас с мастером, который будет мне делать брови. Ходила сейчас в пятерочку, покупала всякие вкусняшки. Смотрите, что я там нашла. Вот такие вот баночки с фламинго появились. Там они, кстати, представлены еще с другими дизайнами. Совушки разные всякие были и просто какие-то перышки, что ли. Но вот фламинго я просто не смогла не взять. Вы знаете, мою к ним любовь. Вот такая вот баночка стоит 99 рублей. Объем 1,2 литра. И внутри она вот такая вот золотая. Вот. А еще взяли вот такую вот щеточку для мытья посуды. Сюда заливается средство. И прямо так вот посуду моете. Очень удобно, когда у вас маникюр. Вот. Не помню, сколько она стоит, честно говоря. Смотрите, видите, вот так выдавливаете. Средство попадает вот сюда, на эту щетку. Мне кажется, она стоит рублей 60, может быть, 50. А еще, кстати, там знаете, что появилось? Держатели для зубных щеток тоже в виде фламинго. Я в видео вставлю, поснимала, как они там выглядят. Стоят они 70 рублей сейчас. Девчонки, ну что, я на месте. Знакомьтесь. Это мой мастер по перманентному макияжу. Зовут ее Алина. Профессионал своего дела. Реснички. Ой, а какие реснички? Брови. Брови делает просто муа. Так что, если вы сейчас в поисках своего идеального мастера по бровям, вот, милости просим. Все контакты оставлю у себя в описании под видео, поэтому пользуйтесь на здоровье. Скажешь что-нибудь? Привет! Так, ну что, отрисовочку сделали. Сейчас будем забивать пигмент. Кстати, мы перед этим обезболили бровки, чем, я не знаю, какой-то... Профессиональной анестезией. Профессиональной анестезией. Подождали, теперь будем забивать. Ну что, все, закончили мы. Сделали красоту. Это сейчас все настолько ярко. Потом... Через сколько это все? Через неделю? Через неделю корочка сойдет, и цвет уже будет более такой приглушенный, приятный. В общем, девчонки, если действительно вы сейчас в поисках хорошего мастера, я вот Алину вам спокойно могу рекомендовать, потому что, ну, посмотрите, какую красоту она мне сотворила за всего лишь часик. Девчонки, ну что, я уже дома, у нас вечер. Хочу вам поближе теперь показать еще раз бровки, вот при таком освещении. Оно у меня есть, конечно, дурацкое, но какое уж есть. В общем-то, смотрите, а сейчас что будет с моими бровями происход... Бровями. Что сейчас будет происходить с моими бровями? Они будут покрываться корочкой, которую ни в коем случае нельзя отдирать, ковырять, в общем, вот она должна сама сойти. Сегодня я брови обрабатывала хлоргексидином, три раза протерла, вот, и что, все, больше с ним ничего делать не нужно. Пока нужно исключить бани и сауны, вот, если в душ, то быстренько только помыться, и все. И через неделю корочка сойдет, цвет будет более тусклый уже становиться, будет сходить пигмент. Через месяц я пойду снова на повторную процедуру, на коррекцию, чтобы заново бровки забить, да, пигментом. Для чего это делать? Для того, чтобы дольше потом бровки у нас носились, да. Вот, мне очень нравится. Сейчас, конечно, все выглядит очень ярко, очень так ненатурально, но потом, когда корка сойдет, все будет красиво, естественно. И, девочки, я даже не переживаю за этот счет, потому что это уже не первая моя процедура, ярко только поначалу бывает. В общем, у нас уже вечер, и я после Алины поехала в Фамилию, а зачем, сейчас покажу. Наверное, вы все уже видели мой обзор полочек из магазина Фамилия, и мне там очень приглянулись вот такие вот органайзеры деревянные. Один вот такой, с выдвижным ящичком, как такой маленький комодик. Здесь у него полочка, и два вот такие вот отделения. Вот, и второй вот такой вот, тоже одно большое отделение, и три маленьких. Я их купила уже в нашу с Сашей квартиру будущую, потому что знаю, что они мне по стилю подойдут. Это, скорее всего, будет в ванной стоять, это, не знаю, может быть, тоже в ванной, может быть, на кухне. В общем, обязательно я их подо что-нибудь приспособлю, потому что я влюбилась в них просто с первого взгляда. Обычно такие вещи очень дорогие, деревянные я имею, да, вот, а здесь они стоили по 600 рублей. Поэтому, думаю, грех было не купить. Девочки, готовлю ужин. Сегодня у нас стручковая фасоль с яйцом. Сейчас расскажу, как я ее делаю. Сначала мы просто отвариваем стручковую фасоль. Думаю, все знаете, как ее варить, да? Вот, слегка ее посолила. Вот, потом, естественно, конечно, промыла холодной водой. И вот теперь просто добавила на сухую сковородку без масла. И буду сейчас сюда разбивать где-то 4-5 яиц. Ну все, наш супер легкий и быстрый ужин готов. Девочки, я просто обожаю фасоль именно вот в таком исполнении с яйцом. Слегка просто нужно посолить, поперчить. И это очень вкусно. Я прям вот обожаю. И к фасоли сейчас быстренько еще сделаем курочку с грибами. В общем, у нас нет сегодня всех ингредиентов нужных, поэтому будем импровизировать. Взяла вот такую вот приправу с паприкой. Конечно же, соль, перец будет. Вот такая вот активия. И сметана. Сейчас мы это все смешаем, замаринуем и посмотрим, что из этого выйдет. Продолжение следует... Приехал наш папа с работы, привез всяких вкусняшек. Я уже говорила девочке, что к нему на работу приезжает мужчина вот со всякими такими вкусностями. И он прям у него покупает... Нам нравится вот такой вот хаштаг. Это абрикос сушеный. И внутри начинка из изюма. И вот так вот грецкий орех сверху. Так, состав. Изюм, абрикос, грецкий орех, мед натуральный. Вот еще мед. В общем, у нас всем прям нравится. Еще кедровые орешки взял. Тыквенные семечки. Еще у меня спрашивали, где он пастилу берет. Пастилу берет также у этого мужчины. Я вам прям вот коробку покажу. Вот так. Бионатуральный продукт. Девочки мне в комментариях писали, что они такую пастилу видели на рынках. В отделе, где конфеты или же сухофрукты. В общем, можете присмотреться. Состав хороший. Вот, допустим, вот у этой яблочной, так вообще написано без добавления сахара. И вот именно с яблоком вообще самое натуральное. А все, которые вот типа со всякими вишнями, барбарисами, естественно, где-то там ароматизатор все-таки добавляется. А еще смотрите, какую красоту подарила нам свекушкой. Такая корзинка. Ее, кстати, нужно будет поливать там внутри, внизу, ну что-то типа губки. В общем, такой живучий, долгоиграющий букетик будет стоять у меня в комнате и радовать. Не муж, а золото. Что тебе папа привез? Орехи. Орехи? А что ты хочешь? Какие орешки? Тыквенные или кедровые? Вот эти, да? Кедровые, скажи. Скажи, кедр. А цветочки тебе нравятся? Да. Понюхаешь? Ой, вкусно пахнет, да? Ну что, как тебе? Вкусно? Угу. Соскучилась по орешкам? Угу. Я тоже. Ты белочка? Угу. Скажи, белка. Белка. Ну что, наш ужин готов. Получилась очень вкусная, сочная курочка. Грибочки хорошо подрумянились. Смотрите, вот так вот это все выглядит. Очень много там бульона получилось. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну а с вами я на этом буду прощаться. Спасибо, что провели день со мной. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!